тут у меня есть такой кролик он вообще такой необычный у нас с ним такой определенный контакт какой-то у меня понимать я его тоже он даже когда из клетки вот когда я клетку открываем прям вообще сразу же на руки ко мне прыгает вот это вот вот так вот происходит а вот он у нас такой дружок вот мы его чаще всего играть домой берем дети его любят то есть такой же член семьи полноценный вот но очень подвижный очень гиперактивный вообще классный я его очень люблю иди обратно не 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 вот уже опять хочет выпрыгнуть но мы его уже не пустим он уже знает что я его домой беру когда вы на руки прыгать сразу несу домой вот уже знает меня зовут юлия и вот-то по второму образованию я зоотехник занимаюсь профессиональным разведением карликовых пород кроликов опыт разведения кроликов у меня уже около 10 лет это мои детки надежда и назар они мне помогают ухаживать за кроликами я хотела бы вам профессионально рассказать и поделиться информацией как правильно ухаживать как правильно кормить и вообще как правильно взаимодействовать с этими прекрасными пушистыми зверьками но вообще кролики считаются совершенно неприхотливые животные сравнивать например с котами собаками самое главное для них это правильное питание потому что у кроликов очень слабая система желудочно-кишечного тракта основное питание кроликов это сено вода и полный рацион или частично рационный корм обязательно нужно вводить грубый корм виде виде веток деревьев различных абсолютно там яблоня груша береза все что практически нас окружает это все подходит роликом зимний период можно давать сосновые ветки с уголками зелеными свежими они очень их любят и просто витамин c для кроликов хороший также дополнительно дополнительно но это не основной рацион кроликам можно вводить сочный корм уже где-то с трех месячного возраста когда его жкт уже более или менее подготовлен что можно давать это могут быть первый прикорм лучше чтобы это была морковка петрушка укроп какая-то зелень ни в коем случае нельзя давать мокрую зелень она должна быть в сухом виде или более или менее подсушенная подвяленная ни в коем случае карликовым кроликом нельзя давать белокочаную капусту свеклу картошку потому что это очень вредно и вызывает у тверьков вздутие а в целом рацион может быть очень разнообразным это могут быть различного вида фрукты овощи бананы ягоды очень любят цветки различных растений например одуванчик также рацион кролика можно видоизменять то есть кормить его по нескольким вариантом первый вариант это может быть например такой сезонные как вот сам питомец питается в природе то есть вы вводите сочный корм тогда когда он у нас на улице уже появляется это с мая по конец августа и потом резко убираете и кролик находится на грубом и на сухом корме либо это может быть круглогодичный вот в рацион свежих овощей зелени и фруктов либо же вообще вы можете не давать кролику вообще никогда сочный корм то есть вы можете выбирать уже сами для себя как вам это нравится и подходит и чтобы вы не выбрали это будет правильный подход ролик может жить квартире да как кокот и собака одним кроликом все-таки нужно какое-то пространство место клетка вольер кусочек отделенные там балкона для того чтобы если человек уходит кролик там находился чтобы он не повредил какие-то вещи да ну то что кролики могут подгрызать провода там еще что-то не все конечно но есть такие особи а в целом вот так как они ходят на лоток это очень удобно например кролик целый день бегает до квартире по пространству и если он захочет куда-то там сходить в туалет он обязательно вернется в свой лоток и будет сделает там дела вот пепсика мы постоянно берем он у нас любит под елочкой находиться вот периодически к нам запрыгивать но он очень такой активный активный очень парень ему надо все смотреть все знать везде быть любопытный то есть он прибежит убежит а есть такие кролики которые вот все время с хозяином вот постоянно вот он ему надо чтоб его-то гладили массажировали он будет с ним все время на диване сидеть там возле телевизора спать меня есть люди которые приобретают кроликов они с ними спят в кроватях как там нельзя с котами с собаками вот это же все так такое дело индивидуальное в каждой семье поэтому всех по-разному по поводу основного ухода в чем нуждаются кролики нужно обязательно делать прививки против у гбк и миксоматоза кроликов прививка делается в маленьком возрасте с ревакцинация потом уже каждые полгода обязательно нужно делать потому что без прививки к сожалению сверек долго не проживет обязательно нужно подстригать когти кролику потому что если им подстригать то поставь лап у кролика становится неправильный и плюс это предрасположенность к развитию пододерматита у кроликов что часто встречается особенно у пород с короткой шерстью как карликовый рекс многие думают что кроликов нужно держать в теплых местах там возле батареи и вообще что они боятся сквозняков боятся холода но это совершенно не так кролики наоборот любят именно местонахождение в прохладном помещении прекрасно переносят температуру до минус 10 градусов даже на улице но главное чтобы не было кролику не был мокрый того чтобы на него не не попадал дождь осадки то есть ветров сквозняков кролики абсолютно не боятся и даже их лучше прохладе держать а вот как раз такие высокие температуры кролики переносят очень плохо даже 20 градусов тепла для них уже жарко и зверек вынужден его организм вынужден работать излишне чтобы себя охладить охлаждается кролик через уши также нужно если вы хотите завести кролика нужно обязательно обращать внимание на то чтобы он изначально был здоров чтобы у него был правильный прикус чтобы у него не текли глаза в виде перенита или конъюнктивита не тек нос также нужно проверить чтобы лапы у кролика тоже были правильно расположены особенно задние также могу сказать что у кроликов очень слабые передние суставы лап если задними лапами он отталкивается они очень сильные то передние лапы очень слабые обязательно нужно смотреть чтобы ваш зверек не прыгал на скользкую поверхность потому что частая травма это передние лапки у кроликов в плане интеллекта конечно это не высший класс по интеллекту далеко но если сравнивать например так как ролики к отряду зайцеобразных относятся они не относятся к отряду грызунов но если сравнивать то есть зайцеобразные это высший класс уже если сравнивать например с грызунами то конечно они гораздо выше по интеллекту чем грызуны то есть ну и ведут себя по-другому все-таки это зайцеобразные у них очень короткая память очень короткая и чтобы научить какой-то команде кролика если собаку там может быть там семь раз надо до повторить что-то то кролику нужно повторить но раз наверно 30 чтобы он это запомнил у него отложится и это надо постоянно закреплять тоже кличку тоже какие-то прыжки например еще что-то потому что у них память достаточно короткая а вот какие-то моменты например чему можно научить можно научить сидеть команде можно научить стоять на задних лапках можно научить прыгать через там обручили с какой-то там не знаю кружок можно научить какие-то шаги делать через ногу можно научить вот есть даже за границей очень популярна кролик перепрыгивает бежит с хозяином и перепрыгивать через препятствие хани хопкинг по-моему называется вот то есть можно таким моментом научить но это надо заниматься проводить много времени и конечно сил тоже потратить немало а вообще у каждого профессионального кроликовода я думаю есть какая-то определенная самая любимая порода кроликов раньше то у меня была карликовый рэкс порода сейчас я что-то очень как-то полюбила породу нидерландский карликовый кролик вот таких вот малышей вот это вот у меня самец окрас коричневый мардер очень редкий вообще окрас а это голубой мардер это самочка молодая девочка вот они бывают у меня вот в таких голубых окрасах таких вот коричневых редких мардерах очень я люблю этот окрас и вообще как он смотрится на этой породе вот и сами кролики они такие вот тоже взрослый кролик уже полностью свой размер достиг поэтому защита их щечки за их такую вот внешность интересную кукольную мне не очень нравится вот это вот сейчас на данный момент самые мои любимые кролики именно в этом окрасе голубой и коричневый мардер ролики они выбирают в любимцы человека не с той позиции кто за ним ухаживает и кормит а с той позиции кто больше всего проводит с ним времени контактирует играет гладит ласкает вот их особенность именно в этом и как правило так как покупают в основном детям это дети вот поэтому родители часто удивляются почему мой кролик меня не лежит а лежит например мужа или ребенка я живу кормлю говорит мама вот но я объясняю что у кроликов чуть по-другому когда крольчонка забираешь от мамы кролик новую семью воспринимает как своего сородища да то есть там и кто больше с ним контактирует тот у него самый любимый в мире очень много различных пород кроликов вообще они делятся на три группы полноразмерные это мясные мясо шкурковая порода шкурковая это может быть средняя группа их можно использовать как питомцев любимцев но также и разводят их ради мяса и шкурки и выведены только карликовые породы это маленькая группа очень много пород вот в нашем крольчатнике около сотни кроликов если с крольчатами у нас где-то пять шесть пород карликовых кроликов вот это у нас порода сверхвидер красного окраса вот эта мама с детками сейчас я маму достану покажу вот она она не хочет она хочет к детям поэтому она чувствует что я ее забрала от деток и она хочет к ним это малыши вот интересно но когда вот эти кролики веслоухие да они нервничают или же когда наоборот какое-то удовольствие получают от процесса поедания например чего-то вкусного или когда взбудоражены каким-то образом у них вообще ушки висят но они могут сами их приподнимать то есть укладывать такое положение вот а это малыши ролики сами по себе животные достаточно крепкие конечно они слабее до чем собаки коты но если кролик здоровый от здоровых родителей нет каких-то хронических заболеваний его там не выращивали в каком-то тепле то животное здоровое единственное что животное может заболеть от каких-то больных животных в семье да если там у вас собака больная или кот какие-то болезни он может если вы подцепить если вы его не прививаете ну и если вы не соблюдаете вообще нормы содержания гигиены самые простые а сейчас вот я достала свою снежку из клетки на ощупь ну честно не знала покрылась она или нет потому что зимой они практически вообще это ужасно на 10 самок пару только покроется вот пощупала она оказывается уже и беременны дорогие зрители очень хочется в год кролика пожелать вам чтобы этот групп год был для вас таким же добрым ласковым хорошим как кролики чтобы он был спокойный приятный чтобы год кролика может быть кто-то мечтает о детях да не получается или кто-то хочет встретить свою половинку то ну год кролика должен этому как-то поспособствовать желаю всем любви удачи пусть все будет хорошо в каждой семье у каждого человека